Приветствую слушателей Паффин-кафе. Напоминаю, что эта запись стала возможной благодаря подписчикам на Патреоне. Ссылку можно найти в описании. Надежда Теффи. Банальная история. Это, конечно, случается довольно часто, что человек, написав два письма, заклеивает их, перепутав конверты. Из этого потом выходят всякие забавные или неприятные истории. И так как случается это большей частью с людьми рассеянными и легкомысленными, то они как-нибудь по-своему, по-легкомысленному и выпутываются из глупого положения. Но если такая беда прихлопнет человека семейного, солидного, так тут уж забавного мало, тут трагедия. Ну а как ни странно, порой ошибки человеческие приносят человеку больше пользы, чем поступки и продуманные, и разумные. История, которую я хочу сейчас рассказать, случилась именно с человеком серьезным и весьма семейным. Говорим весьма семейным, потому что в силу именно своих семейных склонностей, качество весьма редкое в современном обществе, а потому особо ценное, имел он целых две семьи сразу. Первая семья, в которой он жил, состояла из жены, с которой он не жил, и дочки Линочки, девицы молодой, но многообещающей, и уже два раза свои обещания сдержавшей, но это к нашему рассказу не относится. Вторая семья, в которой он не жил, была посложнее. Она состояла из жены, с которой он жил, и, как это ни странно, мужа этой жены. Была там еще чья-то маменька и чей-то братец, большая семья, запутанная, требующая очень внимательного отношения. Маменьке нужно было дарить карты для гадания и теплые платки, мужу сигары, братцу давать взаймы без отдачи, а самой очаровательнице Виктории Арестовне разные кулончики, колечки, лисички и прочие необходимости для женщины с запросами. Особой радости, откровенно говоря, герой наш не находил ни в той, ни в другой семье. В той семье, где он жил, была страдалица жена, ничего не требовавшая, кроме сострадания и уважения к ее горю, и изводившая его своей позой кроткой покорности. Леди гадива паршивая. Кроме того, в семье, где он жил, имелась эта самая дочка Линочка, совавшая свой нос всюду, куда ни следует, подслушивающая телефонные разговоры, выкрадывающая письма и слегка шантажирующая растерянного папашу. «Папочка, ты это для кого купил брошечку? Для меня или для мамочки?» «Какую брошечку? Ты чего болтаешь?» «А я видела счет». «Какой счет? Что за вздор?» «А у тебя из жилетки вывалился». Папочка густо краснел и пучил глаза. Тогда Линочка подходила к нему мягкой кошечкой и шепелявила. «Папочка, дай Линочке тлиста фланков на пятице. Линочка, твой велный длук». И что-то было в ее глазах такое подлое, что папочка пугался и давал. В той семье, где он не жил, у всех были свои заученные позы. Сама Виктория любила и страдала от двойственности. Ее муж, этот кроткий, чистый Ваня, не должен ничего знать. Но обманывать его так тяжело. «Дорогой, хочешь, лучше умрем вместе!» Папочка пугался и вез Викторию ужинать. Поза чистого Вани была такова. Безумно любящий муж, доверчивый и великодушный, в котором иногда вдруг начинает шевелиться подозрение. Поза братца была. «Я все понимаю и потому все прощаю. Но иногда моральное чувство во мне возмущается. Моя несчастная сестра». Для усыпления морального чувства приходилось немедленно давать взаймы. Поза маменьки ясно и просто говорила. «И чего все ерундой занимаются? Отвалил бы сразу куш, да и шел бы к черту». Все детали этих поз, конечно, герой этого печального романа не улавливал, но атмосферу, неприятную и беспокойную, чувствовал. Но особенно неприятная атмосфера создалась за последнее время, когда к Виктории зачастил какой-то артист с гитарой. Он хрипел цыганские романсы, смотрел на Викторию тухлыми глазами, а она звала его гениальным Юрочкой и несколько раз заставляла папочку брать его с ними в рестораны под предлогом страха перед сплетнями, если будут часто видеть их вдвоем. Все это папочке остро не нравилось. До сих пор было у него хоть то утешение, что он еще не сдан в архив, что у него красивый грех с замужней женщиной и что он заставляет ревновать человека значительно моложе его. А теперь, при наличности гениального Юрочки, который, кстати, уже два раза перехватывал у него взаймы, красивый грех потерял всякую приятность. Стало скучно, но он продолжал ходить в этот сумбурный дом мрачно, упрямо и деловито, словно службу служил. Странно сказать, но ему как-то неловко было бы перед своими домашними вдруг перестать уходить в привычные часы из дому. Он боялся подозрительных, а может быть и насмешливых, а то еще хуже, радостных взглядов жены и ехидных намеков Линочки. В таких чувствах и настроениях застали его рождественские праздники. Виктория разводила загадочность и тонность. «Нет, я никуда не поеду в сочельник, мне что-то так грустно, так тревожно. Ну что же вы молчите, Евгений Павлович, вы слышите? Я никуда не хочу идти». «Ну что ж», — равнодушно отвечал папочка, «не хотите, так и не надо». Глазки Виктории злобно сверкнули. «Но ведь вы, кажется, что-то проектировали. Да, я хотел предложить вам поехать на Монмартор». «На Монмартор», — подхватил гениальный Юрочка. «Что ж, это идея, я бы вас там разыскал». «А бедный Ваня», — спросила Виктория, «я не хочу, чтобы он скучал один». «А я свободен», — заявил братец, «я мог бы присоединиться». «А я могла бы надеть свой кротовый балдахин», неожиданно заявила маменька. «Да, но как же бедный Ваня», — настойчиво повторяла Виктория. «Евгений Павлович, я без него не поеду». «Ловко», — подумал Евгений Павлович, «это значит, волоки все святое семейство нашли дурака». «Ну что ж, голубчик», — нежно улыбнулся он, «если вам не хочется, то не надо себя принуждать, а я по-стариковски с удовольствием посижу дома». Он взял ручку хозяйки, поцеловал и стал прощаться с другими. «Я вам, то есть вы мне все-таки завтра позвоните», — сколыхнулась Виктория. «Если только смогу», — светским тоном ответил папочка. Ему самому очень понравился этот светский тон, так понравился, что он сразу и бесповоротно решил в нем утвердиться. На следующее утро, утро сочельника, жена страдалица, сказала ему. «Ты не сердись, Евгеша, но Линочка позвала сегодня вечером кое-кого. Разумеется, совершенно запросто. Тебя, конечно, дома не будет, но я сочла нужным все-таки сказать». «Почему ты решила, что меня не будет дома?» Вдруг возмутился Евгений Павлович. «И почему ты берешь на себя смелость распоряжаться моей жизнью? И кто, наконец, может мне запретить сидеть дома, если я этого хочу?» Выходило что-то из ряда вон глупое. Страдалица жена даже растерялась. Ее роль была стоять перед мужем кротким укором. Теперь получалось, что он ее укоряет. Она почувствовала себя в положении Примадонны, у которой безо всякого предупреждения отняли всегда исполняемую ей роль и передали артисту совершенно другого амплуа. «Господь с тобой, Евгеша!» Залепетала она. «Я, наоборот, страшно рада!» «Знаем мы эти радости!» Буркнул папочка и пошел звонить по телефону. Звонил он, конечно, к Виктории, но подошел к аппарату братец. «Передайте, что очень жалею, но едва ли смогу вырваться». «То есть как это так?» Грозно возвысил тон братец. «Мы уже приготовились. Мы, может быть, отклонили массу приглашений. Мы, наконец, затратились». Папочка затаил дыхание и тихонько повесил трубку. Пусть думает, что он уже давно отошел. Но было тревожно. Жена ходила по дому растерянная и, как-то опасливо оборачиваясь, втянув голову в плечи, точно боялась, что ее треснут по затылку. Шепталась о чем-то с Линочкой, а та пожимала плечами. Папочка нервничал, поглядывал на телефон и бормотал тихо, но с чувством. «Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят. Где были дубы до небес, там только пни торчат». При слове «пни» с омерзением представлял себе Викторину маменьку в кротовом балдахине. Вечером страдалица жена, окончательно потерявшая платформу, попросила его купить коробку килек и десятка-три мандаринов. Он вздохнул и прошептал. «Теперь уж я на побегушках». Пошел в магазин, купил мандарины и кильки, и уже уходя, увидел роскошную корзину, выставленную в витрине. Огромная, квадратная. В каждом углу, выпитив пузо, полу лежали бутылки шампанского. Гигантский ананас в щитовидных пупырях, словно осетровая спина, раскинул пальмой свой зеленый султан. Виноград, крупный как сливы, свисал тяжелыми гроздьями. Груши, как раскормленные рыхлые бабы в бурых веснушках, напирали на круглые, лоснящиеся рожи румяных яблок. Потрясающая корзина. И вдруг мысль. «Пошлю этой банде гангстеров!» «Вот это будет барский жест!» На минуту стало противно ясно представившейся харе гениального Юрочки, хряпающей ананас. Но красота барского жеста покрыла харю. Чудовищная цена корзины даже порадовала Евгения Павловича. «Братец, наверное, справится у посыльного, сколько заплачено. Ха, это вам не гениальный Юрочка, это барин Евгений Павлович!» Папочка достал свою карточку и надписал на ней адрес Виктории. Но теперь приказчик уже никак не мог допустить, чтобы такой роскошный покупатель сам понес сверток с мандаринами. Он почти силой овладел покупкой и заставил Евгения Павловича написать на карточке свой адрес. И вот тут, на этом самом месте, и переломилась его судьба. Переломилась потому, что чахлые мандарины и плебейские кильки поехали к гангстерам, а потрясающая корзина прямо к нему домой. И вдобавок так скоро, что уже встретила его на столе в столовой, окруженная недоуменно радостными лицами страдалица жены, подлой Лидочки, горничной Мари и даже кухарки Анны Тимофеевны из благородных. Потом пришли гости. Кавочка Бусова, веселая Линочкина подруга, подвыпив шампанского, пожала папочке под столом руку, «Какая цыпочка, умилился папочкой, ведь это всего от одного бокала!» И тут же подумал, что был он сущим дураком, тратя время и деньги на нудную Викторию, у которой шампанское вызывало и коту. «Нет, в этот вырубленный лес...» Виктория долго выдерживала характер и не подавала признаков жизни. Папочка отоспался, поправился и повеселел, повел кавочку в синема. Наконец гангстеры зашевелились, пришло письмо от братца. «Если вас еще интересует судьба обиженной и униженной вами женщины, то знайте, что у ее брата нет весеннего пальто». Папочка зевнул, потянулся и сказал бывшей страдалице Жене, «А почему, Машер, ты никогда не закажешь рассольник, понимаешь, с потрошками?» На что бывшая страдалица, окончательно утратившая прежнюю платформу, отвечала рассеянно и равнодушно, «Хорошо как-нибудь при случае, если не забуду». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!